Забота и внимание. Даже больше, чем подарки, нужны в эти волшебные предновогодние дни. И особенно тем, кто искренне еще верит в Деда Мороза, загадывает желание и надеется, что оно сбудется. Речь о детях. И в Беларуси их не делят на своих и чужих. Трогательный и самый добрый марафон «Наши дети» продолжается в стране. Не первый год тысячи неравнодушных беларусов поздравляют с наступающими праздниками юных пациентов больниц, воспитанников учебных заведений и ребят, которые по каким-либо причинам остались без родителей. Главное, чтобы в Новый год ни один ребенок не чувствовал себя одиноким. Новогодний экспресс с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Светлый праздник Рождества. Прибыл в Бобруйскую городскую детскую больницу. Там детский смех звучал особенно громко. А счастливых малышей стало еще больше. Ребята пели, водили хоровод, отгадывали загадки и, конечно же, помогли главному зимнему волшебнику победить злую бабу-ягу. Но к большому удивлению, как актеров, так и присутствующих гостей, в один миг праздник пошел не по сценарию. Дети решили, что никак не обойтись без стихотворений и начали писать свою сказку прямо на ходу. Сказка – это, конечно, хорошо. Но все-таки кульминацией праздника стали сладкие и вкусные подарки. И для взрослых это тоже настоящая радость видеть, как маленькие сердца наполняются большой любовью. Настолько все хорошо сделали, приятно, что в больнице все так красочно. Настроение подняли. Очень интересно. Мы попали первый раз перед Новым годом на больницу. Очень приятно было. На утреннике главный герой – Дед Мороз. А по факту добрых волшебников несколько. В гостях у ребят побывал главный врач города и депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Гацко. В эти праздничные дни во всех регионах нашей прекрасной страны проходит благотворительная республиканская акция «Наши дети», которая объединяет много неравнодушных людей с целью того, чтобы заботиться о наших детях. Дети, конечно, это наше будущее. Это будущее нашего государства. И государство прикладывает много усилий для того, чтобы укреплять и сохранять здоровье наших бобровичан. Вот и главный молодежный союз Беларуси не остается в стороне и принимает активное участие в «Марафоне добра». Ради улыбок детей, ради улыбок взрослых, в том числе, которых мы не забываем, и ветеранов, одиноко проживающих пожилых людей перед новогодними рождественскими праздниками. Всегда поздравить. Нам очень приятно видеть их улыбки и слава, благодарность, слышать их ответ. Важно верить, и тогда желание обязательно исполнится. Отправиться в новогоднюю сказку очень впечатляюще, особенно если тебе, например, 7 лет. И, пожалуй, Новый год – один из редких случаев, когда в настоящей сказке можно встретить даже мэра Бобруйска. И сегодня, конечно, от себя лично, от городского исполнительного комитета, я хочу вам пожелать в Новом году удачи, успехов, хороших оценок. Чтобы радовали вы своих родителей, чтобы не обижали учителей. И, конечно же, чтобы в Новый год вы получили свои долгожданные подарки. На главной юлке города, во дворце искусств, с участием председателя исполкома веселились сотни ребят. Победители олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей. Все с абсолютной верой в чудо и самыми важными новогодними желаниями и пожеланиями. Я желаю, чтобы у всех все было вообще прекрасно, чтобы все жили на посетиве, чтобы Новый год у всех прошел хорошо. Хочу пожелать успехов всем, счастья, добра, чтобы хорошо провели этот Новый год. Желаю счастья, здоровья, чтобы наш город был мирным, дружным, чтобы всегда все было у нас хорошо. Снежная королева, Кай и Герда, да более знакомый сюжет. Но каждый раз наши дети переживают его заново. Вот и в этот раз ребята вместе с героями отправились в сказочное приключение. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.